Друзья, всем привет! Сегодня будем промывать инжектор с форсунками на автомобиле Toyota Alex двигатель A1NZ FE 2001 года. Промывать будем лавровской промывкой ML101 с эффектом раскоксовки для бензиновых двигателей. Поставляется в пластиковых бутыльках. На обратной стороне есть инструкция к применению. Перед промывкой выкрутим свечи, чтобы нам заглянуть в цилиндры и сравнить состояние до и после использования лавра антикокс. Цилиндры заглянем мы с помощью вот такого эндоскопа, который подключается к смартфону. Ссылка на него будет в описании. Мотор здорово жрет масло, от замены до замены на 8000 съедает 3 с лишним литра. Поэтому наши раскоксовки будут не разгуляться в этом двигателе. Поэтому они показаны лавра не Vielen, кто игры рисуют. Но играет элемент 버무�ка Синкопа, который пропуст Fontа, из них попал их и бинус. Как вы сами видите, на поршнях очень много нагара, кокса и разных отложений. После промывки также засунем эндоскоп и посмотрим, как Лавр справился с своей задачей, либо не справился. В общем, смотрим до конца и не переключаемся, а мы едем дальше. Станция для промывки у нас будет служить пластиковой полторашкой с подминерально-газированной воды. В ней два отверстия, одно в крышке, другое в самой бутылке. И вкручены два соска от грузовой бескамерки. Бутылка спокойно выдерживает 8 с лишним атмосфер. Проверена почти в лабораторных условиях. Станцию будем подсоединять сразу от бензонасоса. Находится он под задним пассажирским сидением под обшивкой кузова. Обязательно отключаем фишку питания. Этот штуцер можно не снимать. Оттуда ничего не побежит. Достаточно просто открутить крышку бензобака, чтобы убрать избыточное давление с бака. Убираем стопор с трубки подачи топлива и аккуратненько выдергиваем трубку. С трубки выбежит немного бензина. Пугаться не надо. Ничего страшного. Чтобы приколхозить нам станцию на подачу, мы взяли небольшой кусок шланга на 16. Это чуть больше нужного диаметра. Нашли то, что было. И зажимаем хомутом на штуцере подачи топливопровода. Затем в шланг, который пойдет у нас со станции, вставляем головку. Которая нам будет служить трубкой, для того, чтобы при издавливании хомутом не сдавить шланг. Также зажимаем хомутом. Прежде чем наливать жидкость, надо проверить, что держит давление. Чтобы у нас жидкость не развелась вот по всему салону, нам нужно примерно 3 атмосферы. У нас все в порядке. Давление держит, все хорошо. В общем, смело наливаем лавр в полторашку. И переходим к следующему этапу. На этом конце у нас станет золотник, поэтому не побежит ничего. Музыка. 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 Подключаем компрессор и накачиваем в районе 3 атмосфер в бутылку, для того, чтобы сымитировать бензоносок. Заводим двигатель и далее действуем по инструкции, которая написана на обратной стороне бутылки. А именно на первом этапе даем 10-15 минут поработать двигателю на холостых оборотах. Так, вот прошло 15 минут. Вот столько съело промывочной жидкости. В общем. Музыка. Глушим движок и 15 минут порем. Музыка. Даем время, чтобы все отложения подкисли. После того, как прошло 15 минут, нужно будет дожечь остатки промывочной жидкости уже на оборотах. Будем держать полторы-две тысячи оборотов и изредка подгазовывать. До тех пор, пока не кончится вся жидкость в бутылке. Музыка. Периодически подкачиваем давление в бутылку. Музыка. 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 Продолжение следует... После того, как жидкость бутылки закончилась, отключаем нашу промывочную станцию, подсоединяем патрубки и фишки все на место. И нужно обязательно дать двигателю поработать на бензине после промывки, а лучше вообще прокатиться, чтобы промыть весь топливопровод и форсунки от активного вещества лавры бензином. Продолжение следует... Затем снова выкручиваем свечи зажигания, для того, чтобы проверить эндоскопом, есть ли эффект от нашей промывки лавром. В общем, смотрим результат. Как вы сами видите, друзья, эффект есть до и после. На поршне стало видно какую-то маркировку. Не весь, но поршень стал намного чище. В общем, толк есть. Ну, если есть на поршнях такой результат, то я думаю, форсунки там точно все отъело, отмыло. Отлично. Ну, в общем, друзья, жидкость показала себя очень даже неплохо. В общем, друзья, если кто сомневается, мыть самостоятельно лавром либо нет, то я думаю, ответ очевиден. А также, друзья, автомобиль стал намного веселее разгоняться. Двигатель стал намного приемистей. Ну, в общем, мыли мы его не зря. Результатом, в принципе, я остался очень даже доволен. А у меня на этом все. Кому видео понравилось или было полезным, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Обязательно пишите комментарии. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok